Какими будут дети, рождённые в 2025 год змеи? Астрологам известно, какими будут дети, рождённые в 2025 году. Влияние зелёной деревянной змеи, покровителя года, согласно китайскому календарю, отразится и на характере малышей, и на их будущей судьбе. Имеют значение особенности из одиакального животного и стихий периода, огня и дерева. Особенности характера. Дети, родившиеся в 2025 году, удивят родителей спокойным нравом. Змея – символ мудрости, поэтому малышам достанутся ум и уравновешенность. Капризам и истерикам они предпочтут самостоятельное решение проблем. В каждой ситуации они будут продумывать план действий, соответствующий их возможностям. Со стороны маленькие змеи могут казаться медлительным. Но это объясняется осторожностью и рассудительностью, поэтому взрослым можно не волноваться. Малыши предпочтут наблюдать за происходящим со стороны, а не рисковать, получая собственный печальный опыт. Избегать возможных неприятностей поможет и развитая интуиция. Девочки и мальчики, появившиеся в 2025 год, будут с легкостью располагать к себе людей. Сверстники будут замечать, какие они обаятельные, остроумные, интересные в общении. Однако юные змеи предпочтут веселье в шумных больших компаниях, общение с несколькими избранными друзьями. Это объясняется природной недоверчивостью и нежеланием подпускать близко посторонних. В общении с родственниками также не будут яркого проявления эмоций, импульсивных поступков, задушевных разговоров. Такие малыши будут сдержанными, вежливыми и послушными. От них можно ожидать помощи по дому, ответственного выполнения любых поручений. Увлечения Дети, рожденные в год змеи, всегда талантливы. И 2025 год также подарит миру множество одаренных, разносторонних личностей. Они будут с удовольствием читать и самостоятельно сочинять истории, благодаря богатой фантазии. Возможно проявление талантов в музыке, живописи, дизайне. Логическое мышление, дополняющее умение чувствовать прекрасное, может вызвать интерес и к интеллектуальной деятельности. Учеба Сообразительность, терпеливость и дисциплинированность помогут юной змее стать отличником или хорошистом. С малых лет дети, которые родятся в 2025 году, будут знать, какие великие свершения ждут их в дальнейшей жизни. С этим будет связана серьезность, целеустремленность, способность рационально распределять время и не отвлекаться на пустяки. Даже при возникновении сложностей с каким-то предметом перфекционизм и уверенность в своих силах не позволят школьнику впасть в отчаяние. Он разберется в любой теме. Особенности девочек Кокетки, рождающиеся в год этого животного, с юного возраста начинают осознавать свою привлекательность и обаяние. Нередко они пользуются этим, чтобы получить желаемое от взрослых. Такие девочки уверены в себе, любят внимание и красивые вещи. Активным играм они предпочитают спокойные занятия. Характер мальчиков Склонность к мальчишеским шалостям и рискованным поступкам не про них. Такие мальчики не по-детски серьезно смотрят на жизнь. Они склонны к философским размышлениям, мыслям о будущем. Драться они не любят, в конфликтных ситуациях стараются побеждать не применением силы, а хитростью и стратегией. Здоровье Из-за отсутствия интереса к спорту и малоподвижного образа жизни, люди 2025 года рождения могут быть очень слабыми. Возможно, частые простудные заболевания, мигрени. Для укрепления здоровья родителям стоит чаще выводить сына или дочь на свежий воздух, пытаться привить интерес к физическим нагрузкам. Также важно следить за питанием. Избыток сладкого может привести к заболеванию желудочно-кишечного тракта. Упор лучше делать на здоровые блюда, употребление овощей и фруктов. В юный организм должно поступать достаточно витаминов для укрепления иммунитета. Нюансы воспитания Люди, рожденные в год этого животного, бывают очень скрытными. За внешним спокойствием они могут прятать сильные переживания. Поэтому мамам и папам стоит чаще интересоваться настроением ребенка и его делами, не допускать, чтобы он надолго оставался один. Каждый маленький человек в душе тянется к взрослым и ждет одобрения, даже если не кажется ласковым. Важно хвалить сына или дочь за все достижения, пусть даже незначительные, помогать, чаще показывать любовь и заботу. Недостаток внимания, ощущение равнодушия со стороны взрослых может сделать маленького члена семьи обозленным, черствым по отношению к другим. Особенно опасной может стать ситуация, если малышей несколько. Выделение кого-то одного чревато сильными обидами. Также нельзя предъявлять слишком высокие требования. Боясь не оправдать ожидания родителей, ребенок может впасть в депрессию и начать врать. При этом сразу оценить ситуацию не получится из-за его умения скрывать чувства и эмоции. Поэтому лучше не ставить ним сложных задач, а заниматься всесторонним развитием, поощрять стремление к творчеству. Большое внимание стоит уделять и воспитанию сострадания. В характере змей есть склонность к эгоизму. Поэтому важно объяснять, что нельзя думать только о себе, игнорируя интересы других. Говорить о важности помощи ближним, любви к животным. Если упустить этот момент, мировоззрение маленького человека может сформироваться неправильно.